Слышишь сирену? Значит, сирена головы уже близко. Ставь лайк за 3 секунды, чтобы он прошел мимо тебя. Ставь лайк, если ты про, а с тобой найсик. Бро, ты сейчас просто не поверишь, что происходит. Ты такой смотришь, что это, блин, такое? Что это перед тобой? Что это? Сейчас все по полочкам. Вкратце скажу. Это новая арена для битв. Да, да, да. Кстати, сейчас идет неделька сиреноголовых. То есть все видео только о сиреноголовом вот этой неделе. Ну и в принципе она уже скоро подойдет к концу. Очень скоро. Ну, в общем-то, вот такая вот арена теперь. И сейчас я все покажу. Все, как выглядит. Вот здесь, как бы, самая первая битва. Здесь сиреноголовый против сиреноголового. Прям они одинаковые. Стоп, а здесь никаких неполадков нет? А, нет, вроде те же, да. Два сиреноголовых. В общем-то, это первая битва. Вторая битва. Это вот такой сиреноголовый против вот такого сиреноголового. Да, они очень странные такие, но все разные. Это очень круто. Здесь вот такой вот спуск. Я по нему буду спускаться каждую битву. Ко второй битве. Очень красиво. Здесь стоит вот такая вот топовая охрана. Это новые стивы-охранники. И здесь фонтанчик. Ну, как бы, и вот. Вот так переходим сразу ко второй битве. Здесь вот такие красивые рыцари стоят. Мне кажется, это очень топово. Кстати, первая битва, как бы, самая хорошая, добренькая, не такая страшная. И не самая жестокая. Поэтому здесь такие ледники там всякие показаны. А лед там вот это красиво, да? Мне кажется, это красиво очень. Вторая уже лава. Потому что здесь уже ситуация накаляется. Обстановочка уже, как бы, разогревочная. Я не знаю. Как-то картошки какую-то разогревают. Ну, в общем-то, просто битва. Как бы, покруче уже, посильнее монстра. И выше, больше. Поэтому здесь уже лава. Лава. Настоящая лава, а не текст. Ну, то есть, лава на ВС-ке. А третья. Сиреноголовый будет на тексте. Потому что сиреноголовый самый популярный монстр Тревора. А здесь очень часто сражаются монстры Тревора Хендерсона. И здесь, как бы, самое основное всё. И, кстати, спонсоры. Если ты оформляешь спонсорку, то... Вот такое вот ты здесь видишь. Да-да-да. И это шесть спонсоров, которые купили спонсорку ПРО. А там есть ещё спонсорство Зал Славы за 700 рублей. Ой, опа-на. Чё сделал? Короче, здесь золотой вот такой Зал Славы вокруг арены. И, то есть, ты будешь вот смотреть своё вот видео. И ты будешь видеть здесь свою аватарку и ник. А здесь вот, если ты будешь в Зале Славы. А также вот тут вот будут вот такие вот картинки. То есть, блин, да как же объяснить, я даже не знаю. В общем-то, вот тут про спонсоры вот так будут. А вот тут, и вот с той стороны будут те, кто в Зале Славы зарегистрированы спонсором. Вот. Их ник будет и аватарка ютубовская будет стоять. Как вот текст, только уже отдельно, прям для каждого спонсора. А здесь, как бы, просто заскринины все спонсоры. Вот. Сейчас их шесть. И, как бы, вы попадаете в видео. Вот, давайте посмотрим, посмотрим на них. Если что, паузу поставь, посмотри. Вот. А вот они. Ну, и, в общем-то, что осталось показать. Вот такой вот красивый Зал Славы. Здесь ещё вход кое-куда. Здесь, кстати, людишки есть. Не так много. Потому что я понял, что надо приглашать только самых богатых майнкрафтеров. И здесь только охрана и самые богатые майнкрафтеры. Они сюда пришли потусить, посмотреть битвы. Их мало, потому что, когда их много, начинает глючить, лагать. И мне это не очень нравится. И ещё бывают ошибки зависания. Я этого не люблю. Здесь вот такой вот, как бы, сейф открывается к пивку. Здесь море алкоголя. Просто как это в песне. Вы меня все за. Я хочу на Бали. Там море туз. Пустите меня до Дип Хаус. Я чё-то там... А, стоп. Там нету пропива, что ли, песни? Ну, или про всякие алкогольные напитки. А где было? Ну, ладно. Плевать, короче, чё я вообще говорю. А, кстати, ещё мне нравится то, что здесь около этого входа, около этой арены, есть вот эта пирамида. Да, очень красивое место на самом-то деле. Здесь вот такие цветочки. Мне кажется, они очень красивые. Прям вообще капец. Кстати, напиши в комментариях, как тебе вообще вот такие вот, вот эта арена? Круче ли она, чем прошлая? Мне кажется, очень крутая. И, как бы, не такая уж и большая. Потому что большая арена нам не нужна. Здесь вот кто-то может отдыхать, вот так вот рассесться тут, кушать вкусненькие фруктики, смотреть битву. Также смотреть на виды Майнкрафта. Это же просто потрясно. Теперь у нас проводится битва не в четырёх стенках, а на природе, можно даже сказать. И, кстати, я не ожидал, что так быстро арена построится. То есть, я её построил. И надо здесь ещё много чего дополнить. Пиши в комментариях, как ты думаешь, что ещё надо добавить. В общем-то, может быть, добавлю. Здесь, кстати... Ладно, всё, начинаем, короче, битвы. Я не буду сразу говорить. А, и ещё скелет вот здесь. Вот эта фишка полная. Скелет стоит с вот этими огнями. И это очень страшно выглядит, по-моему. Очень эпично. Здесь ещё стоит гриль. И здесь можно, как бы, сосисочки свои пожарить там. Всякие. Здесь телефоны, на всякий случай. Газировку можно купить. И всякие вкусняшки. Вот они здесь стоят. Ну, и, как бы, мне кажется, это очень комфортно. Здесь красивенько. Также здесь есть трофеи. Висят. Это специально, чтобы устрашающе выглядело. Здесь ещё цветочки. Ну, в общем-то, я всё показал, в принципе. Вроде бы всё. А теперь осталось провести сами битвы. В общем-то, здесь только сиреноголовые. Как я повторюсь, это неделя сиреноголовых. Поэтому здесь только сиреноголовые. Осталось только взять деревенский... Деревенский? Деревянный топор. И сделать вот так. Несложно махинаться. И открывается битва. Сиреноголовый! Мил! Очень быстро напал на второго сиреноголового. И они начинают яростно биться. На самом деле, это очень жестоко. Потому что здесь, как бы, вот лёд всякий. А дерутся-то очень ожесточённо. Это реально дикая битва. Посмотри, как они друг друга мочат. Кстати, мне кажется, здесь бордюрчики какие-то надо сделать. Потому что, мне кажется, вот этот сиреноголовый может влезть в драку. Но пока что он не влезает. Это очень хорошо, что он не влезает. А он может, кстати. И победил сиреноголовый второй. Ой-ой-ой-ой-ой! Что происходит? Куда ты забрался? Нет, не заходи сюда! Срочно надо его забирать! Что творит вообще? Вот это ошибочка моя. Я этого не учёл. То, что они могут заходить друг к другу. И начинать просто ненавистно бить друг друга. Ну ладно, поэтому буду их забирать. Чтобы они потом не лезли в драку. И вообще надо их, мне кажется, ставить после проведённой битвы. То есть провёл вот эту битву, потом вот здесь ставишь. И поэтому я буду их в сундуки забирать. Вот эти вот камни душа оставлять. И, в общем-то, сейчас вторая битва. А вот этих я заберу, наверное. Или нет. Или, в принципе, ладно. Надеюсь, что они друг друга не увидят. И поэтому можно сделать вот так-то. Так-так-так. Открываем. И начинается битва. Эй, а вы что не дерётесь? Ладно, мне кажется, надо подтолкнуть немножечко сирену. Иди. Чё-то вообще не идёт. Ладно, тогда вот так вот просто поближе поставлю. И битва начинается. Сиреноголовый моментально среагировал. А, кстати, они оба начинают свои сиренки врубать. И просто кричат. Посмотри, как это жестоко. Это реально мощная битва. Я снова боюсь, что они реально залезут. И посмотри, один другого пытается загнать в угол. И здесь заметно то, что они не могут друг друга загнать в угол. Потому что здесь так-то свободно. И можно просто выпасть с арены. Это тоже какого-то шарма прибавляет. Интересности. И вот этот маленький бордюр как бы почему-то заграждает сирену. И они не выпадают за пределы полигона этого. Это очень прикольно. Это хорошо на самом-то деле. Ну и пока что я думаю, что выиграет левый сиреноголовый. То есть вот этот. Я надеюсь, что он победит. А вот этот вот погибнет. Потому что он какой-то тёмненький. А вот этот светленький. И мне это нравится. Давай, давай, давай. Пожалуйста, победи уже хоть кто-нибудь. Ой, стоп. Чё они пропали на секунду? Это как-то странно. Ну ладно, они всё-таки дерутся, дерутся, дерутся. Очень злые просто ненавистники. И мне кажется... Ну реально, скоро уже конец, мне кажется. Хотя... Хотя, мало ли что мне там кажется. Может быть, они реально быстро зарубятся. Но пока что видно, что они уже долго рубятся. И это прикольно. Кстати, от них как от эндерменов исходит. Потому что на эндерменов скин надет. Вот этот скин сиреноголового надет на эндермена. И здесь как бы ещё глаза видны. Но это как бы микроошибки, которые никак не исправят, мне кажется. Я не умею во всяком случае, к сожалению. Но думаю, это не мешает всё-таки. Это сиреноголовые. Просто вот баг, как так сказать. Фича. Да? И я не понимаю, кто побеждает. Просто один другого мочит. И другой второго мочит. Просто с невероятной скоростью друг по другу билят. Просто нереальная драка. И, кстати, здесь девочка стоит. И победил мой сиреноголовый. Да, красавчик. Бигбой. Здесь девочка... Вау, красивая, слушай. Ммм. Прям вообще классная. Ну слушай. Давай, не знаю. Хочешь тут стоять? Ну ладно, будешь, короче, тут всегда стоять. Прикольно. За газировкой. А, нет, здесь фонтанчик. Можно умыться после дикой драки. И осталась последняя. Самая эпичная битва. Здесь на полигоне уже помирали людишки. Потому что этот полигон я испытывал на стивах. Они здесь дрались. Ну бы против про. И они все здесь полегли. Этот полигон уже испитан просто кровью. Здесь хоронили кого-то. Это уже как бы легендарное место на самом-то деле. А то, если бы тут битвы не было, это бы было печально. И, кстати, потом, может быть, я когда-то сделаю огромный гроб здесь. Хотя, ладно. Все, открываем битву. И осталось только подвинуть одного ко второму. Кстати, здесь решеточка, я забыл сказать. И под ней лава. Это специально, чтобы крах монстра, который проиграл, впитывался в лаву. И там вот угасал. А здесь как бы его почтут. Память, так сказать. А победителя просто похвалят. Респектулю, так сказать. И потом еще вот эти сиреноголовые, которые победили, отправятся в райские острова. И будут там жить. Все сиреноголовые отправятся на острова, будут мешать нормальным людям. Ладно, свечо. На самом-то деле эти сиреноголовые изолируются потом. Потому что это в лаборатории выведены особи. Как я и говорил. Хотя сейчас вот тут сиреноголовые настоящие. Вот это два настоящих сиреноголовых. И тут уже реально битва. Вот это, кстати, не настоящие. А вот это настоящие. Блин, что-то я напутал. Потому что вот этому скин надели. А вот это настоящий сиреноголовый. Самый топовый настоящий сиреноголовый. Я болею за него. Хоть и это тоже ничего такой. Смотрим просто эту жесткую, нереально жесткую битву. Кстати, вот этот сиреноголовый тоже крутой. Посмотри на его ротик. Просто огромный, страшный, зубастый. Ужас какой. Но посмотри, этот сиреноголовый загоняет второго в угол. И это очень круто. Здесь прям около людей. Они сражаются, но людям пофиг. Он как бы такой стоит. Ему пофиг вообще, что здесь сражаются. Это тоже в шоке немножечко. Это очень эпично. Это как бы первая битва, где прям около людей. Вот здесь стекло. Просто смотри, наслаждайся битвой. Я сам сейчас в шоке. Давай вот сюда сяду просто и буду наслаждаться битвой. Вот она. Вот она. Настоящая битва гигантов. Посмотри, как они друг друга ненавистно убивают. Что? Настоящий сиреноголовый погиб. Каким? Это нафиг образом. Я сейчас этого реально не понял. А ты понял? Это как-то вообще unreal. Это что такое? Я сейчас, честно говоря, в шоке на самом-то деле. Все, ты изолируешься, дружище. Ты молодец, конечно. Тебе покушать дадим. Ну и, в общем-то, вот такие битвы получились. Надеюсь, тебе понравилась новая арена. Мне кажется, она такая небольшая. Ну, реально. Она не огромная как та. Но там просто квадраты были. А здесь они как бы постепенно нарастают. То есть, самый маленький наверху. Это очень странно и круто выглядит, как по мне. Надеюсь, тебе тоже нравится. Здесь бас-стоп. Ну, то есть, ожидания. Здесь можно ждать, когда приедет автобусик. Если ты хочешь сюда приехать, как бы. Здесь металлоискатели. Обсматривают каждого богатого. Чтобы он здесь ничего не украл, не разрушил. Надеюсь, все будут здесь добросовестные людишки и ничего не сделают. И, кстати, самое главное, чтобы не украли постеры со спонсорами. Да-да-да. Ну, в общем-то, вот такое вот реально видео получилось. Ставь лайк. Подписывайся на канал. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Надеюсь, ты напишешь свой комментарий. Он очень важен. Я читаю много комментариев. Но некоторые могу не увидеть. Потому что очень много их. Это очень круто. Продвигай это видео. Смотри также прошлые видео с битвами. Потому что это уже целая трилогия, можно сказать. Там прошлая арена. А может, еще когда-то следующая арена будет. Хотя мне кажется, что вот это прям идеал арена. Здесь можно дополнять, 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 дополнять. Просто до миллиона. Хотя это тоже приведет к лагам. Что очень плохо. Ну, в общем-то, спасибо тебе за просмотр. Да. Смотри прошлое видео, если я еще не сказал. И также с тобой был Найсик, бро. Я тебя целую и обнимаю. Не теряй.